Приветствую вас! Выбор, конечно, у вас сложный и надо сказать, что всегда очень грустно читать такие вот истории, когда люди, которые вроде как должны заботиться о своих детях, вроде как должны помогать им, поддерживать их, как-то участвовать в их жизни, да, помогать преодолевать проблемы и прочее. Это люди, которые вроде как являются самыми близкими для тех, кто пишет. Эти люди окажутся непреодолимой преградой к счастью. И это, конечно, очень печально. Вы предпочли назваться анонимом, по сути. Ну, я думаю, что я буду называть вас В, как вы и назвались. В, вот как вы думаете, например, оставшись с мамой своей, вы не будете, например, ее винить за то, что она вам испортила жизнь. Вы не будете винить себя за то, что вы позволили другим людям испортить себе жизнь. Потому что вы же будете переслать по поводу любимого человека. Вы же будете переслать по поводу того, что вы с ним расстались. Вы же будете переслать по поводу того, что вы не с ним. Понимаете? Ответить себе на этот вопрос нужно. А то будет так, что у вас будет то, что вам нужно. То есть я имею ввиду достаток, у вас будет обеспеченность, но при этом, при том, что у вас будет обеспеченность и достаток, не будет внутреннего счастья и внутренней гармонии. То есть вопрос заключается в том, можете ли вы проникнуться позиции своей мамы, позиции своих родителей, своих родных людей. Если нет, если вы считаете, что они неправы, то оставаться с ними в любом случае не стоит. Потому это вина, обвинение их, неприязнь к ним, съест вас. Давайте попробуем разобраться с вашим вопросом подробно. Я в растерянности, встречающийся год с парнем. Ну, год с парнем это не так уж и много, надо сказать. Была замерзшая беременность на фоне нервного срыва. Почему был нервный срыв? Какие проблемы были? Почему была беременна через год после начала отношений с учетом того, что вы не женаты еще? Как так получилось, что ваша мама и его родители стали против друг друга, обвинив друг друга? Это вообще их дело, вообще только их проблемы. Вас эти проблемы вообще не касаются, не более, что вам 25 лет, я понял. Как вообще получилось так, что вы допустили родителей до своих отношений? Это 25 лет. Подумайте об этом. Поскольку у вас хорошо сформированы, установлены личные границы. Мне кажется, что с личными границами у вас серьезная проблема. Так же, как проблема и с уверенностью в себе, и с взятием на себя ответственность за свою же жизнь. Далее, значит, в общем, мы с парнем хотим подчиниться жить на съемной квартире. Вы знаете, вот всегда я с некоторым недоверием оправдываюсь к тому, когда люди говорят «мы». Вот «мы» — это кто? Кто это «мы»? Вот как понять, кто мы? Вот мы говорим «мы хотим». А, например, я с кем работаю? С вами? Обоими? Нет? Я работаю именно с вами. Вы пришли на ресурсы, вы задаете вопрос. Значит, нужно говорить не о том, чего вы хотите. Оба, как пара. А чего хотите именно вы, В? Вот об этом нужно говорить. Тем более, что у вас здесь наблюдаются противоречия. Вы говорите, что мы хотим, значит, так, мы хотим пожениться и жить на съемной квартире. Но при этом вы говорите о том, что я привыкла жить нормально и мне страшно. Противоречие? Вы либо живете со своим любимым человеком, и вам по большому счету не важно, как вы живете. То есть, если вы своего молодого человека принимаете, если вы принимаете его доход, если он может обеспечить вас, если вы адекватно оцениваете его доход, его достаток и соглашаетесь без вреда, без ущерба для себя на этот достаток. Ну, может быть, вы сами работать будете, тем самым, как бы, повышая, да, уровень вашей жизни. То есть, все зависит от договоренности, конечно же, в первую очередь. Но вот это вот ваше мы, то, что мы хотим пожениться и жить на съемной квартире, ну, никак не соответствует тому, что вам страшно и что вы привыкли жить нормально. Вот, вот, противоречие какого-то. Либо вы своего парня не принимаете в контексте его дохода, то есть, вас не устраивает его доход. То есть, вас устраивал его доход только в контексте тем, что вас родители поддерживают. Ну, это одно. Это одно. А если вас не устраивает его доход сам по себе, это другое. Тогда он не говорит вопрос, зачем вам такой парень, который не может обеспечить вам нормальную жизнь, по вашему мнению, по вашим, вот, взглядам, да, по вашим привычкам. Вот он не может обеспечить нормальную жизнь. Зачем тогда вам любовь? Любовь такая, очень яркая, светлая, чистая и взаимная. Если любовь такая, то вам вообще тогда выбора не стоит. Если любовь, то в огонь, в воду, медные трубы, нет разницы где и как. Да, главное, чтобы быть с ним. А у вас здесь, видите, вы боитесь. Значит, тут противоречие, надо тут посмотреть, себе разобраться. Вот с этими моментами, да. Далее, значит, родители запретили ему не встречаться. Вообще, вообще, говорите как довольно странные вещи. Если вам 25, как вам кто-то может запретить? А парень, парень, сколько? Если ему не 17, то ему никто запретить не может. Если вам больше 18, то вам никто не может запретить встречаться. Это ненормально. Это ваши родители такие вот, что они запрещают вам встречаться друг с другом. Так это ж не нормально. Это ж неправильно. Это ж ни в какие ворота не лето, что они вам запрещают встречаться друг с другом. Вы подумаете взамен. Вообще, какое имеет право родители запрещать вам встречаться друг с другом? Ну, ваш выбор. Это ваш ребенок. Ну, вы его потеряли, да. Родители здесь при чем? При чем здесь родители? Родители 25 летние девушки и взрослому парню, не знаю, сколько ему лет, но вы думаете, что он тоже взрослый. Как у вас обстоят дела с работой? Как у парня обстоят дела с работой? Вы насколько обеспечены, чтобы нормальную жизнь поддерживать? Вы привыкли жить нормально, а обеспечение у этого какое? Вы у мамы привыкли жить нормально? С мамой? Или вы от парня хотите, чтобы он вам нормальную жизнь обеспечивал? Ну так, если вы с мамой привыкли жить нормально, то надо самой как-то себя обеспечить. Если от парня вы привыкли, ну и вы хотите получать, соответственно, нужно сказать, дорогой, ну вот я с тобой буду жить, я с тобой, я с тобой, я до тебя выйду замуж, но обеспечить мне, пожалуйста, определенный уровень дохода. Если не можешь, ну, просто тогда. Я тебя люблю, но, как бы, я не буду из-за тебя жить, как, там, не знаю, как, ну, помощь, так, как бедный человек. Не собираюсь из-за тебя жить в гризе, в гризе. Ну, прости, вот, не собираюсь, я жить в гризе. И это нормально. Да, это, может быть, не очень такой, не очень чистый, не очень эмоциональный и чувственный выбор, это больше прагматизм, да? Ну, а представьте себе, что у вас родится ребенок, например, и что у ребенок тоже будет гриз и гриз и гриз. Да, а если у мужчины есть перспективы, или если у вас есть перспективы, или у обоих у вас есть перспективы, так непонятно, тогда, опять же, чего вы боитесь в этом случае? Далее, значит, так, выкатись уйти и с ними пока не общаться. Ну, я бы сказал, что вам вообще общаться с такими родителями не нужно, которые запрещают вам встречаться, потому что они не уважают. Ваши личные границы, а то, что у вас замерзшая беременность была, и вам, наоборот, должны поддержку оказывать, это, ну, это, понимаете, вообще игнорируется. У них, у родителей, понимаете, у них свои амбитства, у них свои счеты друг другу, и они там, между собой, им хорошо. А страдаетесь вы, вот, денег будет очень мало, значит, денег будет, денег мало лучше будет, квартиру снять и покушать, больше ничего нельзя купить будут. Ну, а вы считаете, что на первое время этого мало? Наверное, это нормально на первое время. А потом, если мужчина работает, если вы работать будете, например, если вы хотите быть, конечно. Или, если вы поговорите с мужчиной, скажите, вот как мы будем вообще жить с тобой? Как себе это представлять? Ну, вот спросите его видение, как он видит. Усмотрите на свою реакцию, устраивает вас это или нет. Если устраивает, как он говорит, смело, вперед, это ваша судьба, это ваша мужчина, вы пройдете с ним огонь, воду, медные трубы, и будет он вам предан, и вы будете преданы ему, у вас будет крепкая и крепкая семья. Вот, вы будете не балованы и так далее, да? Будете закалены в трудностях, доверие между вами небольшое. А если вас не устроит то, что он скажет, и вы подумаете, ну, это как-то вот не мое, как-то вот мне не нравится, вот как вы пишете, значит, это и человек не ваш тогда. И, значит, не надо тогда с ним встречаться. И скажите ему, чего вы хотите, что вам нужно, как вы хотите. Как мужчина, он сам должен понимать, что вы имеете право на это, вы имеете право требовать это, вы имеете право желать чего-то. Если вы, например, жили там, грубо говоря, там на 100 тысяч в месяц, или на 200 тысяч в месяц вы жили, а нам предлагают жить на 40, на 30, на 20 тысяч в месяц. Но это вот, знаете, такой мужчина, только очень сильная любовь и дальнейшая перспектива, когда мужчина, вот он рвет землю, да, рвует землю и добивается больших доходов. Это вот да. Такой вопрос, он, знаете, решаться должен предельно ясно и предельно честно. В первую очередь, вам с собой. Вот. Кольца купим, он сдаст свою цепочку. Ну, и что у всех проблемах? Но что делать, я привыкла жить нормально, мне страшно. Я знаю, что родители и мои его отвернуты от нас, это их дело, возможно, потом нормально будет, как быть сейчас. Остаться с мамой в 25 или уйти из жизни. Теперь, пожалуй, я ответил вам на ваши вопросы. Мы жили, если он вот видит, как мы жили, если он видит, как мы жили, то он должен, наверное, как-то стараться вас обеспечить. Если он обеспечить вас не может, а вы хотите жить нормально, то, соответственно, нужно самой озаботиться доходом. Да, доходом, самой. Или откуда у вас нормальный уровень жизни. А если вы во всем на маму полагали, в своей жизни, и она для вас, ну, близка к вам очень, то вот, что из этого получается. Что мама к вам близка, и в итоге мама запрещает вам к ним встречаться. И обвиняет его родителей, там, сын-то и так далее. Вот. Понимаете? Потому что личная жизнь выстраивается тогда, когда человек обрел свою самостоятельность. Хотя бы на уровне психологическом. У меня нет ощущения, что вы обрели свою самостоятельность. У меня нет ощущения, что вы дистанцировали маму от своей личной жизни. И вообще никакого дела не должно быть того, с кем он встречается и как. А вот это важно делать, ваше жизнь. Понимаете? Вот. Поэтому вопрос, который вы задаете, это вопрос вашего личного выбора. И я думаю, что правильного ответа всех не будет. Вам, наверное, просто понять, что вам близко. Что для вас важнее. Что больше вреда вам, наверное, что. Это тот случай, когда правильного выбора вообще нет. То есть, любой выбор, он будет болезненным. Любой абсолютно выбор будет болезненным. И я думаю, что в вашем случае, в вашем случае, ну, вот, нужно все вот эти вот вопросы обдумать самой, обсудить, спарнин со своей. И тогда очень принимать решения. Но, в первую очередь, конечно, нужно быть честным именно с собой. Если потребуется помощь, выбирайте эксперта на нашем ресурсе, и мы вам с радостью поможем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нет ни ваше вопросов, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.